Как правильно играть с детьми обсуждали на обучающем семинаре программы «Миры детства. Конструирование возможностей». Лекция эта особая, гости тоже. Модернизация современного дошкольного образования должна быть осуществлена с помощью взаимодействия педагогов и ученых, которые предлагают научно-методические средства. Из Москвы на личную встречу с воспитателями в детский сад номер 59 «Золотая рыбка» приехал специалист Федерального института развития и образования Сергей Доронов. Можно детям позволить делать что-то хочешь. А можно прямо за столы посадить и говорить, вот дети мы сегодня будем учить сложение или еще что-нибудь. А у нас идея партнерства, понимаете, идея партнерства центральная. То есть взрослым вроде как партнер детей, такой же как бы ребенок, только поумнее и посообразительнее. Если дети что-нибудь делают, то взрослый с ними так же садится и делает. Тема семинара «Игра». Так специалист акцентировал внимание на том, что воспитателям-родителям важно научить ребенка в игре проецировать возможные события, самим включаясь в нее. Такой путь способствует развитию воображения и творческих способностей. Игра как раз то звено, которое сейчас меняется. Мы раньше как играли? Одели куклу Таню, погуляли с куклой Таней, все строилось около куклы Таней. Но сегодня ребенок, он же тоже современный. Он же тоже сейчас немножечко меняет свое мировоззрение. Соответственно, мы должны ему и игры преподавать уже в другом каком-то ракурсе. Поэтому вот, наверное, тема игры сегодня была очень актуальна. Развить творческое мышление детей – такую задачу ставит перед собой новая программа. Пробуют на ощупь ее с прошлого года. В экспериментальном режиме в Щелковском районе по ней работают уже 10 детских садов. Основная идея – объединить процесс воспитания родителями и специалистами детского сада. Для ребенка мир детства теперь не делится пополам. И мамы-воспитатели работают по одним материалам. Программа достаточно показывает хорошие результаты. Очень многим родителям она нравится. Многие родители поддерживают идею именно взаимодействия между детским садом и семьей. Очень много родителей начали обращать внимание именно на работу совместную с детьми, именно на работу дома, помимо того, что дает образовательную деятельность в детском саду. На протяжении 10 лет детский сад номер 63 «Лучик» сотрудничает с Федеральным институтом развития образования и остается центральным звеном и главным модератором всех экспериментальных площадок. В прошлом году вместе с ними к этой программе присоединились и другие дошкольные образовательные учреждения Щелковского района. Идея сетевого взаимодействия с помощью семинаров, совещаний, конференций, по мнению специалистов, позволит найти правильные пути решения для работы с детьми в садах Щелковского района. Когда человек один или какой-то коллектив один, это все-таки более узко. А когда у нас множество и получается много мнений, мы можем сотворить что-то действительно выдающееся, глобальное и, наверное, то материал, который действительно будет очень нужен в работе в детских садах. Основы заложены, а вот саму программу пишет под свои особенности каждый детский сад сам. Специалисты уверены, что такой подход позволит сделать систему дошкольного образования максимально эффективной, а педагогов более осведомленными.